Школьное образование Школа недофинансирована. Обычная школа, обычная массовая школа. До нее не доходят те деньги, которые миллиардами называют наше Министерство образования. Денег на образование государство вроде не жалеет, но вот эффективность этих инвестиций вызывает критику. А еще воровство. Миллиардные хищения в Минобразовании – новый большой скандал, о котором говорят НПОшники. Он называется свое имя и называется качество. Наиля Касенова работает с детьми уже 10 лет. Она – школьный психолог. Тонко чувствует настроение цифрового поколения. Сейчас современный век компьютеризации. Различные телефоны, айпады, айфоны. И они предпочитают все-таки больше электронный материал, нежели читать книги, работать с первоисточниками, сидеть в библиотеках. Конечно, на сегодняшний момент они считают, что это неактуально. Телефон 5 радует. Вот видите, стоит этот седьмой iOS, очень удобный. Потом сюда можно скачать много игр, которые нужны для школы, или просто можно погонять на уроки, если скучно. Самообразование в школе сегодня налицо. Ученики средних классов хорошо знают своих кумиров. Функция Apple появилась в 1976 году от создателя их Стива Джобса. Один раз он сидел и надкусил яблоко, придумал такой телефон, айфон. Этот школьник говорит о сложном простым русским языком. Такими писали классики. Но вот читать их скучно. Ну, Толстой это писатель такой, где он, когда себе в пятом классе тетрадки покупал, у меня, короче, на тетрадке был написан Толстой. Нам стишки задают рассказывать его. В казахстанской школе есть предмет самопознания. Его ввели по инициативе первой леди. Но заниматься самообразованием на уроках и узнавать мир окружающий самостоятельно через айфон, сидя часами в интернете, наверное, было бы неверным. Даже продвинутые родители вряд ли это лайкнут. Субтитры создавал DimaTorzok